Александр, что это было? Концовка произвела впечатление на всех, зрителей, в гневе был главный тренер сборной, вы о чем-то говорили судьей? Когда говорил судьей? Извините, если я не так рассмотрел. Давайте оставим первые два пункта. В каком моменте просто разговаривал судьей? Ну, там была желтая карточка. А, желтая карточка, Мглебов спросил, там чисто желтая. А по поводу игры, на самом деле, да, хорошая концовка, да, забили, да, сравняли, но сколько я сегодня не забил, сколько было моментов, и я забей, и все было по-другому, хотя бы один из множества моментов. И с чем связано то, что не забили? Не знаю. Недостаток мастерства, не фарт? Наверное, все вместе взято, и не фарт, и не знаю. И как-то там и Пруц стрелял, мимо мяча махнул, и головой сколько бил, и в первом тайме момента, не знаю, с чем связано. Но Пруц в тот момент, в концовке, когда и Шамар мимо махнул? Ну, там сначала я махнул мимо, потом Бальде махнул мимо, потом Мартинс махнул мимо, и потом Шамар пробил мимо. Поэтому должен был там я. Просто почему они махнули мимо? Потому что я махнул мимо, и чуть-чуть... Не заориентировал? Ну, нет. Подскачал мяч? Нет, мяч чиркнул. И из-за этого он чуть поменял направление, и из-за этого они не попали. Подскач сказал, что несправедливо было бы проиграть Спартаку, согласно я в целом, учитывая как раз количество моментов, и, может быть, справедливы ли вообще результаты, учитывая, может быть, и победу по-другому? Ну, я же говорю, что забей я один из множества моментов, то игра была совсем другая. И, наверное, да, я согласен с тренером, что игра, ну, Спартак бы, ну, если проиграл бы, то было бы непорезно. Ну, то есть получается, что все было нефарт компенсирован на самые последние минути? Ну, просто чуть-чуть зрелищности дали, и решили забить в концовке. Ну, опять же, я говорю, тут можно и меня обвинять, и что я не забил столько моментов, и забей при 0-0 один из, и 1-0 было бы в другую сторону. Момент, когда, я не помню, кто бил, когда Писяков отбил рукой, это что-то из арсенала кунг-фу, вам не показалось так? Ну, да, я тоже удивился, но Писяков молодец, реагировал, тяжелый момент был для него, и Мартинс тоже успел среагировать на этот мяч, пробил. В этом моменте хочется похвалить обоих, но, в то же время, Писяков сыграл здорово. Что скажете про орбиты в этом матче? Да нормально вроде все. Как бы, все по делу. Насколько результат для «Спартака» положительный, учитывая, что теперь и ЦСКА подгоняют одну очко, и Ростов не обогнали? Получается, теперь борьба не за чемпионство, а за медалью больше не надо. А что удачи? Не знаю, но, опять же, если сказали бы перед матчем, что ничья условно будет, «Спартак» бы это не устроил. Но так как развивался матч, то, наверное, то, что мы сравняли на 90-м какой-то четвертой минуте, наверное, можно сказать, что результат положительный, потому что мы проигрывали на 90-м и сравняли. Не знаю, как-то так. Теперь, вообще, какие ощущения в команде, именно для вас лично, наверное, впереди не самые простые соперники, в том числе «Зенит» и будет, и «ЦСКА», и борьба продолжается за второе место точно так же. Ну, опять же, главное, что сегодня сравняли и, так сказать, не отпустили «Ростов». Ну, условно, если бы они нас выиграли, сегодня у них было бы плюс 4 от нас. Хорошо, что сравняли. Но, опять же, я говорю, что до игры этот результат бы нас не устроил. Не было ощущения, что сегодня после вашего гола был элемент медиалиги, когда, ну, скажем, и тренер, и часть стаффа метнулась на поле, возможно, решив поздравить вас. Я не видел, честно, я даже не видел, что мяч там в сетке коснулся. Я просто, когда пробил, увидел, что вроде бы там мяч за линией, я даже не смотрел, просто побежал, даже не увидел, что там действительно гол, потому что я думал, была ситуация такая с Самарой. Когда в том году я забил, и также защитник практически с линии выбил. Я думал, естественно, что он мяч выбил, а потом уже посмотрел по второму там сетку. Ну, для вас в этом году это особенно актуально дожидаться, чтобы арбитер засчитал. Ну, да, да, потому что я даже не смотрел, просто побежал, и все. Какие ощущения перед следующим матчем? Ряди «Зенит», и некоторые футболисты «Зенита» хотят оформить именно чемпионство в этом матче принципиальным соперникам, как, в принципе, настроены, наверное, понятно. Ну, просто очень тяжело играть в Питере для всех команд. Ну, да, в Питере тяжело играть, и последняя игра, так сказать, была боевая, и эмоции опять же будут у всех команд зашкаливать, и у нас, и у «Зенита» они хотят, там, не знаю, чемпионство, там, обыграть «Спартак». «Спартак», естественно, хочет обыграть «Зенит», в этом будет такая серьезная битва отель в Питере. Саша, работаешь над собой, чтобы не получать вот такие желтые карточки, что ты думаешь? А сегодня что с желтой карточкой? Сегодня какая желтая карточка была? Ну, ты сразу свалил, когда… Ну, может, там могла быть контур-атака, срыв-атакой желтая карточка, все нормально. Да нет, там срыв, вот еще это в центре поля года, там, собственно, просто ты вспылин сразу или нет? Нет, я не вспылил, просто могла быть контур-атака, я свалил, да, желтая карточка, я здесь не согласен. А до этим я не работаю, работать не буду, я такой, такой я есть. Еще вопросы, коллеги, есть? По поводу представления «Промесса» в BBG, он будет свободное время, может, если он играть за вашу команду? Ну, он играл уже за нашу команду. Да, в товарищеском матче. Да, в товарищеском матче, поэтому, если у него будет время и будет желание, там, после сезона, в отпуске, поэтому, ну, и я могу сыграть, и Георгий может сыграть, и там, и Гринов может сыграть, ну, у кого будет желание, пожалуйста, как бы, но это, опять же, не должно мешать нашей профессиональной деятельности, не мешать «Спартаку», и в свободное время каждый может сыграть. Спасибо большое. Спасибо.